Всем привет! С вами канал Крэмбиход. Чтобы не разбивать свой квадрокоптер каждый раз, при каждом полете, нужно точить свои навыки в симуляторе. Но что же делать, если у вас простая аппаратура, у которой нет разъема D-app включения к компьютеру, допустим, как вот это. К ней идет вот такой приемничек. В моем случае это EPM-сигнал. Буду использовать эту аппаратуру. Так она лежит свободная. В принципе, можно использовать любую аппаратуру. Чтобы подключить к компьютеру приемник, нам понадобится плата Arduino Pro Micro. И в моем случае серворазъемчик. Все, больше нам... А, ну и конденсатор съемкости от 50 до 150 нанофарад. В данном случае он уже припаян. Припаять его надо между ножками земли и RST. То есть RZ. С пайкой все просто. На примере приемника покажу. Белый сигнал припаивается на ножку 3. Коричневый, в моем случае чаще всего черный, это земля. И красный, это VCC. 5 вольт припаивается на соответствующую площадку. Далее, задягиваем в термоусадку. Подключаем, в моем случае, разъемом. Потому что я буду использовать приемник еще в квадрокоптере. Да и вообще, так можно использовать с разными приемниками. При желании, вот, подключили свободный приемник или таять. Все, подключаем к компьютеру. Итак, начнем. Переходим на сайт Arduino. SS. Software. И спускаясь ниже, прям Arduino IDE. И нажимаем Windows. Тут нам предлагается заплатить разработчику. Ну, можно нажать просто Just Download. Скачиваем, устанавливаем все как обычно. Далее переходим к ссылочке в описании. И нажимаем Clone и Download. То есть, скопировать и загрузить. И нажимаем Download zip. После того, как мы скачаем файл. И из всей папки библиотеки нам понадобится только папка Joystick без имени. Мы ее копируем. Переходим в папку с установленной Arduino. Выбираем папку Librease. И вставляем папку сюда. У вас папки Joystick не будет. Все. Подготовительный этап закончен. Теперь по второй ссылке мы скачиваем папку PPM Joystick. И в ней находится уже готовый скетч. Распакуем его в любую удобную папку. И далее все просто. Нужно выбрать в инструментах плату Arduino Leonardo. И порт, на который подключена у вас Arduino. В моем случае это порт 14. Далее нажимаем проверить. Идет проверка скетча. Все прошло удачно, без ошибок. И нажимаем загрузка. Ждем некоторое время. В этот момент на самой плате будут светиться диоды. После установки у вас появится новое устройство в системе. Под названием Arduino Leonardo. Все. Теперь проверим работоспособность. Я покажу на примере симулятора лифтов. Включаем аппаратурку. Включаем аппаратурку. Сразу у меня определилось. Как видно, уже все работает. Возможно, потребуется калибровка. Невозможно, 100% нужно будет калибровать. Еще может быть момент, что что-то будет работать в реверсе. Нажимаем Fine Tune. И так же, чтобы не удалить дрожжи, как вы видите сейчас. Кстати, поправим ее. Я в ось. Так как с ней вы видите, как дрожит ось. Надо чуть-чуть. Ну, судя по всему, видите, ось газа на моей аппаратуре выставить идеально не получается. Если у вас проблемы с тем, что канал будет инвертирован, просто нажимаем Invert. Видим, все работает. Все готово к полету. Ну и на этом все. Надеюсь, что видео было вам полезным. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.